Всем доброго времени суток! Сегодня поговорим о витамине В12. Достаточно ли вы получаете витамины В12? Вы должны убедиться, что вы делаете все правильно, чтобы оставаться здоровым. Витамин В12 делает много вещей для вашего тела. Например, это помогает строить вашу ДНК и эритроциты. Поскольку ваше тело не вырабатывает витамин В12, вы должны получать его из продуктов животного происхождения или пищевых добавок. И вы должны делать это на регулярной основе, потому что ваше тело не хранит витамин В12 в течение длительного времени. Сколько нужно получать витамина? Ответ зависит от таких факторов, как ваш возраст, ваши привычки питания и медицинские условия, а также от того, какие лекарства вы принимаете. Среднее рекомендуемое количество, измеренные в микрограммах, варьируется в зависимости от возраста. Нормы вы видите на экране. Пищевые источники витамина В12. Вы можете получить витамин В12 в продуктах животного происхождения, в которых он содержится естественным путем или в продуктах, обогащенных им. Животные источники включают молочные продукты, яйца, рыбу, мясо и птицу. Дефицит витамина В12. Большинство людей получают достаточно этого питательного вещества. Если вы не уверены, вы можете спросить своего врача, следует ли вам сдать анализ крови, чтобы проверить уровень витамина В12. С возрастом усвоить этот витамин становится все труднее. Это также может произойти, если вы перенесли операцию по снижению веса или другую операцию, которая удалила часть вашего желудка, или если вы много пьете. Вы также можете быть более склонны к развитию дефицита витамина В12, если у вас имеются такие проблемы. Вы также можете получить дефицит витамина В12, если вы следуете в веганской диете. То есть вы не едите никаких продуктов животного происхождения, включая мясо, молоко, сыр и яйца. Или вы вегетарианец, который не ест достаточно яйца или молочных продуктов, чтобы удовлетворить ваши потребности в витамине В12. В обоих случаях вы можете добавлять в свой рацион обогащенные продукты или принимать добавки для удовлетворения этой потребности. Употребление витамина при беременности. Если вы беременная женщина на веганской или вегетарианской диете и планируете кормить ребенка только грудью, вы должны поговорить со своим врачом, прежде чем родить ребенка, чтобы у вас был план, как вы будете получать достаточное количество витамина В12 для поддержания здоровья вашего ребенка. Без достаточного количества витамина В12 у вашего ребенка могут быть задержки в развитии, и он не сможет расти так, как должен. Симптомы дефицита витамина В12. Если у вас дефицит витамина В12, вы можете заболеть аномией. Легкий дефицит может не вызывать симптомов, но если не лечить, это может привести к негативным симптомам, которые вы видите у себя на экране. Лечение дефицита витамина В12. Если у вас анемия или вам трудно усваивать витамин В12, вам сначала понадобятся уколы этого витамина. Возможно, вам придется продолжать получать эти добавки на постоянной основе, все будет зависеть от конкретного случая. Вы можете изменить свою диету, включив в нее обогащенные витамином В12 продукты, добавки или инъекции В12. Пожилым людям с дефицитом витамина В12, вероятно, придется ежедневно принимать добавку В12 или поливитамины, содержащие этот витамин. Для большинства людей лечение решает проблему, но любое повреждение нерва из-за дефицита и лечения может быть постоянным. Профилактика. Большинство людей могут предотвратить дефицит витамина В12, употребляя достаточное количество мяса, птицы, морепродуктов, молочных продуктов и яиц. Если вы не едите продукты животного происхождения или у вас есть заболевания, которые ограничивают, насколько хорошо ваш организм усваивает питательные вещества, вы можете принимать витамин В12 в виде поливитаминов или других добавок, а также продукты, обогащенные витамином В12. Если вы решили принимать добавки с витамином В12, сообщите об этом своему врачу, чтобы он или она могли сказать вам, сколько вам нужно, или убедитесь, что они не повлияют на лекарства, которые вы принимаете.